Друзья, всем привет! Я прилетел в Румынию, в Бухарест. Авиакомпания Тарм. Для российских паспортов, в которых есть наличие шенгенской визы. Визы в Румынию не нужны. Итак, друзья, это аэропорт Румынии-Бухареста. Выходите, поворачиваете налево. Здесь вот такая вот кафешечка. Средничек 10-12 евро. Интернет очень классный. Предельно скоростной. Дальше я все дела сделал в интернете. Теперь мне нужно купить сим-карту и поменять деньги. Для этого я перемещаюсь из левого крыла в правое. Так, вот эта вот палатка. Пресс-Ван. Здесь продается сим-карта. Цена 55 лей. Это примерно 12 евро. За 6, вот справа, за 6 гигабайт интернета. Сейчас я куплю. Сначала разменяю деньги. Поменять можно. Двигаясь вот по этой дороге. И вот сейчас справа будет обмен. Посмотрим, как тут с курсом сейчас. Я думаю, он, скорее всего, не изменился. Машины в аренду я не беру обычно. Потому что тут депозит. Нужно блокировать на карте. Вот курс обмена. Евро 4,20 лей. А доллары 3,62. Я уже, в принципе, поменял. Лей выглядит вот таким вот образом. Пластиковые бумажки. Похожие на индонезийские. Или даже на тайские. Есть окно. Нет, скорее всего, Индонезия. Есть окно. Вот такой, чисто пластик. Значит, такси обычно я не использую. Мне прикольно ездить на автобусе. Я еду в центр. Напомню, что я приехал в Румынию для того, чтобы встретиться с партнерами. Это единственная страна в Евросоюзе, в которой можно сделать второй паспорт за год. Плюс-минус 2-3 месяца. Они сейчас в Евросоюзе. Скоро войдут в шенгенскую зону. Въезжать можно сюда, в Румынию, по шенгенской визе. У меня карта, резидент-карт. Без проблем. Въезжайте. Ну и дальше уже я буду снимать. Вы все посмотрите для себя. Если будет интересно румынское гражданство, румынский паспорт, который, кстати, открывает очень большие возможности. И скоро они будут в состоянии безвизового въезда в США и в Канаду, в Австралию, в Британию и так далее. Как и все другие члены Евросоюза, участники списка ЕСТА и ЕТА. Так выглядят румынские леи. Пластиковые такие денежки. Вот окошечки даже есть. Что-то я подобное видел в Индонезии и в Таиланде. Так, я снова на связи. Сим-карты продаются прямо справа от входа. Пресс-ван. Цена 55 лей за 6 гигабайт интернета. Это супер. Выходите на улицу. Вот оно, здание прилета. Поворачиваете направо. По этой лестнице спускаетесь вниз. Здесь автобус. Садитесь в автобус и едете в центр. А для чего вообще я все это вам рассказываю? Дело в том, что много людей заинтересовалось вторым паспортом Румынии. И вам нужно будет сюда приехать два раза. Сейчас запись на ноябрь месяц. То есть вам нужно будет приехать сюда один раз для того, чтобы подать документы. И второй раз уже через год для того, чтобы получить паспорт. Можно, конечно, использовать такси. Но я предпочитаю, на самом деле, передвигаться на автобусе. Не знаю, как-то ближе к народу посмотреть. Итак, идем. Автобус номер 783 довезет вас до центра. Сейчас я узнаю, можно ли оплачивать тут по карте. Или только наличные. Билеты покупаются в таком вот терминале. Цена за билет 2,90. Это чуть меньше доллара. Оплачиваю по карте. Такой вот Бухарест. Практически центр города. Ребята, не меняйте деньги в аэропорту. Потому что тут, в центре города, курс 42 и 47 за 1 доллар. Это просто разница колоссальная. Какая крупная. КОНЕЦ. Продолжение следует. А от билет 2,nsяки.